Всем привет! В этом ролике о цветовых вариациях речь пойдет о Фаленопсис Эквестрис Илакос. Но сразу я хочу сделать отступление. У вас на экране Фаленопсис Эквестрис Розея на Эквестрис Фрагранс. Порассматривайте мою цветущую красоту и вот сейчас вы увидите на этом примере, как можно ошибочно принять одну вариацию за другую вариацию, потому что они могут быть похожи, они могут быть изначально с перепутанными бирками. То есть, например, может быть родитель Илакос, его назовут Розея или наоборот, но дальше он будет участвовать в гибриде, передаст свои особенности строения или цвета и вот так вот это все веренится и тянется, ошибка за ошибкой. Но, опять-таки, очень есть такие незаметные тонкости, которые действительно приводят к вот таким досадным ошибкам даже у профессионалов. И это нехорошо с точки зрения таксономии, науки и так далее, но это нормально, потому что все мы люди и все достаточно непонятно в точном прямо определении вариаций. Есть спорные моменты, есть какие-то ошибки, но вот такое отступление. И давайте уже поговорим о самом Фаленопсис Эквестрис Илакос. Итак, родина этой формы Лузон и Банги. Это компактный Фаленопсис со стоячим цветоносом. Цветы раскрываются не полностью, петалии направлены вперед, цветок полностью розовый, с насыщенной розовой губой. Цветы маленькие, меньше, чем у номинальной формы. Цветонос очень редко ветвится, но хорошо формирует деток. Цветы раскрываются почти одновременно. Иногда его ошибочно определяют как Фаленопсис Эквестрис вариация Розея. Цезарь Запада писал об этой вариации. Цитата. Эта форма существует на очень маленькой территории, на севере филиппинского острова Лузон, Илакос, а точнее северной точки Илакос. Мы называем этот Эквестрис Илакос. У этой формы самые маленькие листья внутри вида, а также есть небольшие отличия в строении губы, особенно Калус. Конец цитаты. Вот здесь вот хочу добавить то, что может упуститься, это то, что цветонос ветвится или не ветвится, потому что, опять-таки, бывают разные условия, вариации, разное поведение. Просто растение, потому что ему так хочется. И у кого-то, например, может быть Розея, которая не ветвит свои цветоносы, и кто-то примет ее ошибочно заилокость. То есть, видите, так вот достаточно тяжело прямо стопроцентно выделить некоторые формы. Также хочу добавить, что иногда можно встретить не просто Илакос, а Илакос Норд. Но это тот же самый Илакос, просто из-за того, что регион, где он растет, называют Илакос Норд, то также и приписку к Эквестрис тоже делают Илакос Норд. Но, по сути, это одно и то же. Илакос и Илакос Норд – это то же самое. Также Кристенсен добавляет в свои монографии по Фаленопсисам, что у Фаленопсис Эквестрис Илакос цветы меньше, чем у номинальной формы и чем у других форм эквестрисов. То есть, это самый маленький цветок среди всей эквестрисной группы. А у эквестрисов, вы сами знаете, цветы не самые крупные. 2,5-4 сантиметра. Другие источники дают 2,5-3,5 сантиметра. Ну вот, а здесь еще меньше. У меня есть Эквестрис, у которого цветы 2,2-2 сантиметра. То есть, в принципе, я так подозреваю, что он Илакос и он очень подходит под это описание. Но покупала я его, по-моему, с биркой Розея. Вот так вот. Также Кристенсен пишет, что цветы имеют круглую форму и лепестки как бы пересекаются, создавая вот эту вот окружность цветка. На этом по форме Илакос все. Это то, что я нашла подтвержденная информация в достоверных, хороших источниках. В принципе, она достаточно исчерпывающая. Есть описание как картины, так и цветов. И я надеюсь, это поможет вам более-менее в своих коллекциях посмотреть, есть ли у вас такое чудо или нет. И, конечно же, я буду очень-очень рада, если вы зайдете ко мне в группу Phalaenopsis Equestries Fans на ФБ и поделитесь своими фотографиями. Это очень-очень поможет и коллекционерам в будущем, и нынешним коллекционерам, во-первых, полюбоваться, конечно же, этой красотой. Во-вторых, определиться, надо им такое или не надо. Во-вторых, это помогает нам узнать, что у кого есть и что у кого можно достать, как можно чем-то поменяться. И, как я уже говорила во всех своих предыдущих видео, это помогает популяризировать, популяризировать, заговаривать. Наш любимый Phalaenopsis Equestries помогает сохранить его до будущих поколений, чтобы не случалось, как с некоторыми вариациями этого же самого Phalaenopsis Equestries, которые были утеряны до наших дней, уже не дошли. Их нету в чистом виде, к сожалению. И увидеть их можно только или в гербариях, или уже только в зарисовках этих гербариев и в описаниях. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями в группах, я буду очень благодарна. И на этом уже совсем все. Кстати, да, большое спасибо всем, кто досматривает видео до конца. Это действительно важно, я это очень ценю. И большое спасибо вам за интерес. И теперь уже совсем все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.